всем привет вы на канале windows real tool и сегодня у нас будет инструкция по ремонту аккумуляторного вентилятора makita dcf 203 данная модель питается как от аккумулятора так и от сети здесь есть подключение к сети и сам блок питания поставляется в комплекте в такой коробочке к нему идет отдельная инструкция его характеристики ну обычно обычный так сказать блок питания я им пользоваться скорее всего не буду потому как покупал я именно для работы от аккумулятора три режима плюс режим поворота и есть режим три режима таймера подробно об вентиляторе его обзор я уже делал на канале ищите на моем канале возможно оставлю ссылку в описании а сейчас давайте его разберем и посмотрим что у него внутри для того чтобы выдвигать аккумулятор здесь сделано видите отверстие чтобы можно было толкнуть для удобства совсем недавно увидел что точно такой же вентилятор есть уже на платформе 40 вольт отличается он тем что вот эта нижняя часть она потолще под здоровенные аккумуляторы остальное по идее точно такой же итак первое что мы здесь увидим сверху на крышке есть две таких риски это сделано для того чтобы у вас был доступ к самим лопастям когда они запылятся загрязняться чтобы вы могли их помыть почистить как это сделать здесь с левой стороны если смотреть сзади есть винт его мы откручиваем винт сделан так что он у вас оттуда не выпадет то есть там есть фиксатор и теперь совмещаем эти две риски повернув переднюю часть вот так и можно снять переднюю часть корпуса по ней мы можем здесь увидеть дату выпуска 21 год 8 месяц вентилятор наш полностью сделан в десятом месяце то есть запчасти были отлиты чуть чуть ранее чем там собран но при этом разница всего лишь два месяца на крышке есть здесь два самореза если их снять то можно извлечь вот такую деталь с данной крышки помимо вот этой запчасти также можно снять и вот эти все четыре крепления они получается если у вас сломается один можно каждую заменить в отдельности они на те же самых винтах прикручены как и почти весь корпус и выглядит вот таким образом для того чтобы снять лопасти здесь есть стопорное колечко берем маленькую плоскую отвертку и снимаем стопорное кольцо сняли стопорное кольцо теперь можно спокойно снять крыльчатку на крыльчатке есть наклейка что пальцы при рабочем вентиляторе вставлять вентилятор не нужно крыльчатка пластиковая причем тот артикул который вы в данный момент видите на экране это артикул уже новые крыльчатки в этом вентиляторе стоит старая крыльчатка отличается она от новой тем в новой короче поменяли поставщика и улучшили материалы и вот в этих местах как вы видите вот на картинке добавлено усиление то есть сами лопасти усилены и конкретно вот этой старой крыльчатки артикул вот такой как сейчас на экране а изменения были внесены именно в модель вот в эту 203 в марте 2023 года смотрим далее для того чтобы извлечь вот этот винт который сделан так чтобы он не выпадал там тоже необходимо снять стопорное колечко кольцо я стопорное снял это колечко намного меньше естественно отсюда выпал винт винт идет с пружиной инструкции у makita в сервисной базе почему-то нет то есть файл вроде бы как должен был быть но он не скачивается и не открывается поэтому я вместе с вами разбираю этот вентилятор впервые возможно будут какие-то ошибки поэтому смотрите специально делаю для вас чтобы вы потом сами не совершили никаких ошибок откручиваем здесь саморезик но зато есть схема с помощью схемы принципе я думаю не сложно будет собрать здесь такое ощущение сделано что здесь вот эта часть заплавлена и мы не извлечем есть такое ощущение видите она на мертвое зачем-то заплавили ну да ладно давайте открутим эти два винта это скорее всего снимется задняя крышка открутили два винта и сзади у нас снялась вот такая вот крышечка отсюда внутри мы видим вот такой моторчик моторчик тоже прикручен мы его пока сейчас откручивать не будем давайте открутим вот эти вот две части прикручены на ней раз два три по четыре винта точнее самореза открутили 4 самореза саморезики сейчас я вот я смотрю идут пока все одинаковые снимаем вот эту часть и здесь мы видим что здесь смазочка и вставлена пластиковая такая деталь она там подпружинена под низом есть пружинка ну давайте попробуем открутить вот так получается выглядит данная деталь внутри мы видим пружинку два маленьких самореза и здесь еще вот такая вот детальюшка фиксатор ну и само крепление этого всего с этой стороны у нас будет то же самое так же 4 самореза и точно такая же деталь только отзеркаленная то есть она есть как левая так и правая а эти внутри абсолютно одинаковые поэтому эту часть и разбирать не буду теперь мы можем вот так приподнять крышку и открутить моторчик моторчик прикручен на двух уже винтах с метрической резьбой и он отсюда должен извлекаться но так как здесь они видите вот эту часть зачем-то заплавили поэтому извлечь моторчик у нас не получится его либо отпаивать нужно но при замене мотора его в любом случае придется вам отпаивать а провода также просто так останутся то есть снимать эту часть вам при замене мотора не нужно будет провод менять тоже не нужно будет эту часть тоже разбирать не нужно достаточно всего лишь снять переднюю часть лопасти крыльчатку и заднюю часть и моторчик можно спокойно менять видите здесь у нас все промазано ну и давайте по порядку по артикула вот эта часть задняя крышка моторчик нижняя часть крепится на 8 винтов откручиваем открутили винты винты опять же точно такие же как все снимаем крышку вот так она выглядит и смотрим тоже у нас здесь внутри здесь есть еще один моторчик плата поворотный механизм поворотный механизм поворотный механизм поворотный механизм вот эту часть крепится на четырех тех же самых винтах так и здесь мы видим клеммную колодочку, плюс красный, минус чёрный. Стандартная клеммная колодка, специальные, видите, такие места под кабеля, под провода, запрятаны провода. Снимаем разъём питания, который закрыт таким резиновым крышкой, резиновой для защиты от пыли. Сам он вставлен в такую пластиковую часть. И всё это также вставлено в специальные зажимы. И при этом это всё можно из платы извлечь. Получается питающий разъём. И ещё один питающий разъём только от сети. Далее давайте открутим вот эту часть, прикручена на саморезы с пресс-шайбой. Снимаем. На двигателе здесь шайба, она должна сниматься. Но она почему-то не хочет это делать. Ну да ладно. Здесь мы открутили, упала куда-то гаечка. Гаечка и вставлен винт или саморез. Гаечка и маленький винтик, который удерживали вот эту пластиковую часть, на которой одета шайба. Шайба одета прям так намертво, не хочет сниматься. Теперь откручиваем, снимаем с платы питание на двигатель. И на второй двигатель. Здесь они соединены стяжечкой, поэтому стяжечкой сейчас подкусим. И снимаем двигатель. На четырех саморезах, сколько лучше. И мы видим вот такой вот моторчик. Далее откручиваем плату. Плата прикручена на белые саморезы, четыре штуки. И выглядит вот таким образом. Есть предохранитель. Оплата с шестого месяца. И на плате сразу же здесь индикаторы и кнопочки управления. Ну а сама панель управления, она снимается. Она здесь закреплена на защелке и сверху заклеена наклейкой. Но я не буду открывать эту наклейку. Давайте открутим вот эту гаечку. Гайка здесь на 14. И просто так ее здесь не открутить. Нужно придерживать за нижнюю часть. Гайка обычная. Это старый артикул гайки. А начиная с серийного номера 207744 гайка уже будет поставляться с пластиковым фиксатором. И артикул будет вот такой. Здесь тоже смазанная. Внутри металлическая шайба. И теперь мы можем снять нижнюю часть. И как видим, здесь внутри 5 штук. Раз, два, три, четыре. 5 вот таких проставок. Я не знаю, что это. Это просто пластик или фторопласт какой-то. Ну какой-то специальный малоизнашивающийся материал. Потому что здесь трение происходит. Сейчас стоят новые пластины. И сделано это было еще в мае 2020 года. Добавлен этот выступ для того, чтобы предотвратить неправильную их установку. И старый артикул был вот такой. Далее, здесь вот такой механизм. Как я понимаю, здесь внутри сделана трещотка. И сделана с помощью шариков, по примеру, как в шуруповертах. По тому, как смотрите, если я так возьму. Слышите трещит, да? Давайте открутим. Кстати, отсюда, по идее. Сюда она не провозит. Можно вот так отдельно извлечь. Вентилятор, мотор. И у нас остается вот так отдельно скоба. Открутили 4 самореза. Получается вот она отдельная запчасть. Поворотная скоба. И что мы здесь видим? Здесь еще одна гайка. Причем на гайке помечено, насколько они должны быть затянуты. Плюс здесь еще какая-то пометочка стоит. Берем головку на 17. Здесь гайка не сильно затянута. Просто вот так руками откручиваем. Откручиваем. Открутили. И видим вот такая муфта. Сюда надета шайба. Второпластовая. Внутри шарики. Под шариками находятся пружинки. Ну и вот такая вот пластиковая. Пластиковая. Корпус муфты, так сказать. И гайка на 17. Вот в принципе и все. Мне стало интересно, как работает вот этот двигатель. Я подключил без основного. Вот плата управления. Питание. Подали. И питание на двигатель. И включаем. Кнопочка питания. Загорелся индикатор. И включаем поворот. Видите, двигатель все время крутится. А вот здесь, вот в этом большом кружке, в корпусе, редуктор пониженный. И вал крутится очень медленно. Причем неважно, какая скорость у вентилятора. Он крутится все время одинаково. Это таймер. Отключаем. ПОДПИСИСКОМСКУТСКУТСКИ ГИНАМИ НЕ ЗАВИТИСКУТКИ Продолжение следует...